Что ж, вы неожиданно быстро справились с условием, поэтому за ваши труды я награждаю вас новой частью истории из ММО-игр, всё по-честному. И сегодня вы узнаете, как мстят разработчики, как в игре может настать конец света, насколько криворукими могут быть пилоты из EF Online и некоторые другие истории. С вами был Джать, ставьте лайк, делайте репост, ведь мы начинаем. Почему 100 тысяч геймеров уже выбрали GAPESTORE.RU? Потому что у нас скидки длятся круглый год, а ключи берутся напрямую у издателей и продаются по низким ценам и без комиссии. Покупай игры на GAPESTORE. Ссылка в описании. Джонни Слизняк. Ultima Online. На сегодняшний день Ultima Online – это легенда игровой индустрии. Её значимость в сфере ММО не подлежит сомнениям, и даже если вы ни разу к ней не прикасались, подсознательно вы понимаете, что игра для своего времени была превосходной. Когда Ultima Online официально запустилась, все игровые журналисты вовсю её расхваливали, поражались её возможностям и называли прорывной. Все, кроме Джонни Уилсона, журналисты из издания Computer Gaming World. Для него Ultima Online была не просто плохой, она была ужасной, отвратительной и скучной. Джонни даже удостоил Ultima Online званием разочарования года, и всё бы ничего, но Computer Gaming World на тот момент был крупнейшим и влиятельнейшим англоязычным журналом про видеоигры, и читатели привыкли доверять информации и мнениям, которые находились на его страницах. Естественно, репутация игры была несколько подмочена, что расстроило Ричарда Гэриота и остальных разработчиков, поэтому они решили отомстить Джонни за его рецензию, добавив его в Ultima Online в виде маленького слизняка под именем Джей Вилсон. Чтобы найти мерзкого слизня, приходилось постараться. Он постоянно появлялся в каких-то закутках, и его легко было пропустить. Но каждый раз, когда игроки находили Джей Вилсона и убивали его, вершилась маленькая месть над взорвавшимся журналистом. Так что мой совет – не шутите с разработчиками. Фолодорская резня. Runscape. Для ММО, которая вышла в 2001 году и была браузерной, Runscape более чем живуча. Даже спустя столько лет в неё до сих пор играют десятки тысяч человек. Игра постоянно обновляется и обрастает новыми деталями и возможностями. Но в 2006 очередное такое обновление привело к настоящей трагедии. В игру добавили навык строительства, который позволял создавать постройки разной величины и значимости в зависимости от уровня этого навыка. Первым игроком, который добрался до последнего 99 уровня, стал Cursed U, который решил отпраздновать это событие вечеринкой в его огромном доме. Вечеринка удалась. Собралось много людей, которые с удовольствием общались, осматривали жилища и участвовали в поединках на арене, которая стояла прямо в доме. И всё было бы хорошо, но поток гостей только усиливался, из-за чего игра начала лагать. Тогда Cursed U решил кикнуть из своего дома часть гостей, чтобы избавиться от лагов, но непреднамеренно сделал только хуже. Когда часть игроков телепортировалась в местную столицу Фаладор, произошёл баг. И все те гости, кто участвовал в поединках на арене, обнаружили, что могут сражаться с любым игроком и даже NPC вне зоны ПВП. Поначалу обычные игроки восприняли этот баг с интересом и даже с юмором. Но когда появились первые жертвы, началась паника. Баганутые игроки вышли на центральные улицы и устроили настоящую резню. Люди пытались убежать кто куда, но многие, не имея возможности дать сдачи, просто умирали, теряя свой драгоценный лут, который собирали убийцы и мародёры, следовавшие за ними по пятам. Многие побежали в банк, чтобы сохранить свои вещи, что сделало их ещё более лёгкой добычей. Некоторые догадались убежать в зону ПВП, где могли дать отпор баганутам, но и это не сработало. Оказалось, что баганутые стали бессмертными и навредить им было невозможно. Обычным игрокам только и оставалось, что бежать или принимать свою смерть. По некоторым данным, ущерб, нанесённый игрокам, составил больше двух миллиардов монет. Резня продолжалась целый час, пока модераторы не заблокировали все аккаунты, которые были на злополучной вечеринке, чтобы разобраться в проблеме. Самые активные убийцы были наказаны баном, другие отделались предупреждением. Это событие получило название «Фолодорская резня» или «Резня 666», и игроки о ней до сих пор помнят. Каждый год, 6 августа, они высаживают различные цветы на местах бойни в память о погибших в той жатве. Серая слизь – Second Life Second Life прославилась тем, что в ней можно было делать фактически всё, что угодно, и заниматься тем, чем не смогу в настоящей жизни. Даже зарабатывать реальные деньги, например, создавая предметы и продавая их. Разработчики поощряли творчество игроков и разрешали создавать им не только свои пропы, но и программы, которые добавляли новые возможности в процесс или несколько изменяли его. И однажды в открытом доступе появилась программа «Копи-бот». Она, используя дыру в коде, позволяла дублировать любой предмет в игре, обходя её систему управления копиями. Это не на шутку возмутило игроков, поскольку, имея возможность копирования, цена из созданных предметов значительно падала, а это мешало торговым отношениям между игроками. Но оказалось, это не самое страшное, что могло произойти с жителями Second Life. В один момент в игре появились золотые кольца из Соника, издающие характерный звук. И каждый раз, когда любой игрок подходил достаточно близко, чтобы рассмотреть кольца, они начинали дублироваться. Из одного кольца появлялось несколько новых, а из них ещё несколько. В конечном итоге кольца застилали не только всю землю, но и начали висеть в воздухе и даже на небе, при этом продолжая самокопироваться. Наверное, для ёжика Соника именно так и выглядит рай. В конечном итоге колец стало так много, что серверы не выдержали. Появились лаги, у игроков пропадали предметы, а телепортация оказалась невозможной. В какой-то момент игра не смогла обработать все кольца сразу, поэтому игроки видели вместо них надпись Missing Files, что ещё более крипово. А закончилось всё тем, что сервера были отключены, а ошибка устранена. Оказалось, что какой-то шутник с помощью копибот сделал простенький вирус, который сломал игру. Событие получило название Серая Слизь в честь одного из возможных сценариев конца света. Его суть в том, что бурные исследования в нанотехнологиях приведут к тому, что появятся нанороботы, которые будут самореплицироваться, поглощая всё доступное вещество на планете, и набирать массу, больше земли и даже солнца, что приведёт к их уничтожению. В принципе, это и произошло в Second Life, но, кажется, умереть от триллионов нанороботов гораздо приятнее, чем от постоянно звенящих золотых колец из Соника. Убийство бессмертного дракона. Эверквест. В 2003 году разработчики Эверквест добавили в игру дракона Керафима. Это был не просто очередной босс, а крайне важный персонаж Лори Эверквеста, из-за которого, по сути, начались войны, а раса драконов стала на путь вымирания. Будучи самым сильным драконом, появившимся из-за запретной любви, он представлял угрозу всему миру, но его удалось победить и погрузить в Сон. Керафима заточили в гробнице и приставили к нему четырёх стражей драконов, и по задумке разработчиков, он должен был проснуться и двигать историю. Но сразу отдавать его на растерзание игрокам разработчики не стали. Они хотели показать, что Керафим – могущественнейший босс, который должен наводить страх. Поэтому его сделали сильнейшим существом в игре, который имел иммунитет ко всем видам заклинаний, наносил колоссальное количество урона, а удар его хвоста убивал мгновенно. Плюс ко всему, Керафим должен был считаться бессмертным, но поскольку разработчики технически не могли сделать его таковым, они просто дали ему 250 миллионов хп, что в десятки раз превышало значение самых толстых противников в игре. Так что казалось, убить дракона было невозможно, и поначалу так и было. Событие пробуждения Керафима запускалось по очереди на разных серверах, и каждый раз игроки терпели поражение. Открыв гробницу, убив стражу и пробудив Керафима, они не могли ничего ему сделать и просто гибли. Информация о непобедимом драконе разлетелась мгновенно, и многие даже не пытались его трогать. Но игроков сервера RALOS ZEC истории о бессмертном боссе не испугали, а наоборот – раззадорили. RALOS ZEC был хардкорным сервером для самых опытных игроков в EverQuest. Умерев на сервере, вы не только теряли весь свой лут, но также уровни и накопленный опыт, и это в условиях бесконечного ПВП и войны между тремя образовавшимися гильдиями, которые боролись между собой за влияние. И вот когда на сервере появился Керафим, главы трёх гильдий неожиданно решили организовать Пакт о перемирии, и всё для того, чтобы первыми убить дракона. Это был вынужденный шаг, поскольку игроки понимали, что дракона можно было завалить только мясом. Таким образом, почти 200 человек ворвались в гробницу, за минуту расправились со стражей и пробудили Керафима. Его били непрекращающимся потоком в течение трёх часов. Персонажи гибли сотни раз. Каждый клирик произнёс заклинание воскрешения почти тысячу раз. Дракон ни на секунду не переставал получать урон. И на удивление, эта тактика сработала. Здоровье дракона неумолимо уменьшалось, но когда показатели ХП достигли отметки 26%, Керафим просто исчез. Он не умер, никаких анимаций не было, он просто исчез. Потупив минуту, игроки пришли в ярость, из-за того, что они потратили время и потеряли драгоценный опыт и уровни, так и не убив дракона. На форумах начали десятками появляться гневные темы и требования к Соне вернуть дракона, чтобы гильдии могли завершить начатое. Как оказалось, Соня, узнав, что их непобедимый дракон вот-вот умрёт, намеренно убрала его с сервера, чтобы не портить ход истории. Они даже попытались обвинить игроков Рала Зека в богоюзерстве, но это вызвало ещё большую волну негодования, к которой подключились игроки с других серверов. В итоге, не выдержав гнёта, разработчики всё же вернули дракона на сервер и даже оптимизировали подземелья, чтобы исключить лаги во время битвы. Таким образом, дракон был побеждён. Из него не дропался никакой лут, никто из участвовавших в битве игроков не получил ни единицы опыта, но зато они стали первыми, кто убил Керафима и стали легендами. Позже дракона убивали трижды в рамках истории, но это уже никому не было интересно. Нерадивый пилот. Иф Онлайн. Титаны в Иф Онлайн не роскошь, а необходимость для альянсов. Они не только наносят большой урон врагу, но также имеют уникальную возможность телепортировать флот на огромные расстояния. В грамотных руках Титан – грозное оружие, которое является громким аргументом в любой битве, но это явно не про героя этой истории. Альянс Гунн Сворм, выполнив задание, собирался возвращать флот в родные системы. Простейшее, стандартное действие, которое не предвещало беды. Но пилот одного из Титанов явно обладал мутациями в области таза, потому что он не только умудрился телепортировать лишь себя, оставив свой флот недоумение, так еще и попал не в родную систему, а прямо в сердце враждебных территорий, принадлежавших Тест-Альянс. Завидев Титан, тестеры оперативно подняли свои корабли и начали его атаковать. Казалось бы, Титан мог дать отпор, но корабль попал в сектор так называемой низкой безопасности, поэтому основные орудия Титана были недееспособны. Гунн Сворм, узнав о проблеме, выслал из базы еще два Титана на помощь. И стоит ли говорить, что это никак не помогло, потому что вместо одного избиваемого корабля их стало три. Другие судна, которые прибыли на помощь вместе с Титанами, не смогли дать отпор огромному рою кораблей врагов. Тест-Альянс, не веря в такую удачу, у Люлюка уничтожили все три Титана и корабли поддержки, наверняка не до конца понимая, что же это вообще такое было. А вот что стало с тем самым пилотом, который заварил всю эту кашу, неизвестно. Но наверняка ничего хорошего его не ждало. И даже это еще далеко не все истории, о которых я хочу вам рассказать. Если вы хотите увидеть новую часть истории как можно быстрее, то после 4000 лайков она выйдет мгновенно. Как вам такой квест? А чтобы они быстрее собрались, репостите это видео и поднимайте его в топ. А чтобы предложить свои темы для видео, не забывайте подписываться на группу ВК и заходить в наш чат в Телеграме. Все ссылки в описании. А у меня на этом все. Пис вам, люди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok